Всем привет, друзья! Прошло уже чуть больше месяца с того момента, как я начал пользоваться смарт-часами Halo LS02. Расскажу вам об опыте использования, поговорим о всех преимуществах и недостатках этого девайса. Изначально у меня были мысли о покупке самой новой версии Mi Band, но в последний момент я изменил свое мнение в сторону форм-фактора в стиле Apple Watch. Почему так? Все просто, большой экранчик, на котором помещается больше информации. Так как до этого у меня никогда не было смарт-часов, было сложно привыкнуть к этой новинке. Металлический корпус выглядит стильно и не стыдно выйти в люди, так сказать. Закругленные края экрана также передают эстетики часам. Ремешок довольно добротный, приятный на ощупь, аллергии не вызывает. Гравировка Halo делает его дизайн еще более стильным. Поначалу было немного непривычно их носить, но спустя несколько дней часы как будто растворили, я их почти не ощущаю на руке. Ремешок как будто под меня делали, он абсолютно не давит. Долго не мог найти то идеальное крепление, при котором часы не будут слетать в запястье. Нашел. Идеальным для меня оказалось пятое деление на часа. Также было непривычно, что при небольшом повороте руки экранчик всегда загорался. Особенно это бесило, когда я ложился спать с часами на руке. Решение не заставило себя долго ждать. Так как в приложении можно выбрать время от и до, когда часы не будут реагировать на поворот руки. Кстати о приложении. Это самая раздражающая вещь за все время использования этих часов. Когда я еще смотрел обзоры на эти часы перед их покупкой, я обратил внимание на то, как ютуберы страдают от приложения. Я надеялся, что меня это обойдет стороной, и я быстро разберусь, что к чему. Но не тут-то было. Поначалу для того, чтобы подключить часы, нужно сканировать QR-код на их экране. После чего вас перекинет на страничку, где будет ссылка на два приложения. Halo и Halo Fun. Самое сложное, с чем я столкнулся на самом начале подключения, это регистрация в приложениях. Что в первом, что во втором, после регистрации мне тупо не хотел опускать в аккаунт. Хотя данные я вводил правильно. И только спустя несколько часов, когда я попробовал второй раз это сделать, надо мной можно сказать сжалились. И я смог войти в аккаунт. Первое приложение Halo я сразу отбросил, так как там не выполнялась самая банальная функция. Я не мог подключить часы, хотя я сделал все нужные ритуалы с блютузом. Кроме того, мне не понравилось то, что в первом приложении банально не было поддержки приложений, с которых приходят уведомления. Там было всего несколько, по типу Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Snapchat и еще какие-то. Про Telegram речи даже не шло. А вот в другом приложении, Halo Fun, подключение произошло за считанные секунды. А также можно было включить уведомления на все приложения, которые есть у вас на телефоне. Дизайн, кстати, был более привлекательным, чем в первом приложении. Поэтому я отдал предпочтение Halo Fun. Вы думаете, это все? Проблемы закончились? Нет, все только начиналось. Я думал, что вот, наконец-то все заработало. Ага, конечно. Часы стали очень часто отваливаться от приложения. Я уже не знал, что мне делать, так как это происходило по пару раз за день. Просто иду по улице, часы на руке, телефон в кармане и тут они просто решают отключиться друг от друга. И что самое интересное, что после переподключения, все данные про шаги и прочие измерения пропадали. И все начиналось заново. Меня это очень сильно бесило. Но должна же быть какая-то белая полоса с этими часами. И она есть. Спустя некоторое время, разработчики полностью обновили приложение. Дизайн стал совсем другим. Он приобрел более современный окрас и стал намного удобнее. И что самое главное, часы перестали отваливаться от телефона. Так сказать, хэппи-энд. С этим проблем не возникало. Все приходило вовремя, без задержки. Как я уже говорил в предыдущем ролике, текст уведомлений показывается не весь. Что может не понравиться некоторым юзерам. Но меня это не сильно взбудоражило. Мне было достаточно увидеть, кто прислал мне сообщение и кусочек того самого сообщения. Вибрация не столь сильная, как кто-то мог ожидать. Но за такую цену просто огонь. Она приятная, не раздражает. Иногда при езде на электросамокате, я не всегда четко ощущал вибрацию от часов, когда приходили какие-то уведомления. Утром вибрация не надоедлива у вас будет. Работу или учебу проспать не сможете. Поначалу я использовал часы тогда, когда выходил из дома, на прогулку, куда-то за покупками поехать и так далее. Тогда мне хватало часов ровно на 7 дней. Теперь я их использую постоянно. Они у меня целые сутки на руке. В том числе, когда я сплю. И с таким активным пользованием, часов хватает где-то на 5 дней. Автономность еще зависит от того, какое количество уведомлений вам приходит. Заряжаются часы где-то за 1,5-2 часа. Обычно я их ставлю заряжаться на ночь. Полностью стараюсь их не разряжать. Где-то на 15% ставлю на зарядку, чтобы аккумулятор не портился. Отзывчивость на свайпе и нажатие у экрана где-то на 4 из 5. Бывают такие моменты, когда нужно по 2 раза нажимать на иконку, чтобы точно сработало. Это не из-за экрана скорее всего, а из-за моей нежности в нажатиях. Яркость экрана порадовала. Есть 4 степень яркости. Я пользуюсь золотой серединой. Ставлю 2 деления. На улице хватает. Дома тоже. Но когда прям очень солнечная погода, то можно немного повысить яркость. Если говорить в целом, то часы за свои деньги, а именно 25 долларов, показывают себя только случай стороны. Я мог бы сказать, что это часы для тех, кто не избалован Apple Watch, NFC оплатой, закачиванием музыки в часы и другими модными функциями, которые идут с часами уже за довольно-таки внушительные деньги. Мне же нужны были часы для того, чтобы видеть время, шаги, пульс, километры, уведомления с приложений и иногда пользоваться спортивными режимами. Понятное дело, что в будущем запросы к часам могут повыситься. Но сейчас я могу сказать, что часы меня полностью устраивают. Рекомендовать к покупке могу. Это будет отличным бюджетным вариантом для ваших первых смарт-часов. Приложения у них работают уже отлично. Его добротно обновили, исправили баги, вылеты, сделали приятный современный дизайн. Часы 100% стоят своих денег. Не пожалеете. А на этом все. Спасибо за просмотр. Делитесь видео с друзьями. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. Комментируйте. И увидимся в новых видео.